Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера с огромным удивлением прочитал новость о том, что Валерий Меладзе объявил о завершении творческой карьеры. Вроде говорят, что он так и не оправился после громкого скандала. Вы знаете, что он выступил не просто против, он записал видеообращение одним из первых и так далее, где там много чего тоже он наговорил. Вот что пишут заслуженный артист России Меладзе. Совсем недавно оказался в эпицентре громкого политического скандала. Ну, все это вы знаете. Значит, злые языки поговаривали, мол, он вместе с братом уехали. Ну, я так понимаю, что если Брежнева там у нее две виллы, явно не она на них заработала, то, наверное, там же находится и брат его. Ну, вот насчет Валерия Меладзе, что пишут. В пятницу 20 мая стало известно об уходе артистра. Здесь, конечно, сразу идут новости о том, что якобы его не стал, в живых и так далее, чтобы страшная вещь шокировала фанатов. На самом деле, значит, он сказал, что начинает заниматься каким-то делом, каким-то бизнесом, насколько я понимаю. И вот что говорит сам Меладзе. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям. Он подчеркнул в своем телеграм-канале, что съемки и песни, а также их рейтинг на радио перестали играть особое значение. Значит, заслуженный артист принял решение уйти со сцены. Значит, захотел вернуться он к своей первоначальной профессии. Ранее он занимался проблемами очистки воды и даже защитил диссертацию в данной научной сфере. Значит, Меладзе отметил, что занялся новой деятельностью. Певцу удалось разработать прибор для извлечения микроэлементов из морской воды. По словам исполнителя, он очень вдохновился новым проектом. Ну, иными словами, бизнесом решил заняться. Друзья, ну, почему он этим решил заняться? Ну, во-первых, потому что сейчас действительно концертов не так много. Он, в общем-то, заработал, я думаю, на несколько поколений вперед, как мы с вами понимаем. Потому что все эти годы они, как говорил один продюсер из терминала, где летают частные джеты, сумками, этими чемоданами вывозили доллары. Поэтому думаю, что проблем там никаких нет. Он может вообще ничем не заниматься. Но в данном случае он еще попал вот в такой, как бы, стоп-лист, как это говорят, как пишут в СМИ. И, естественно, он понимает, что, вероятнее всего, его в ближайшее время ни на какие мероприятия не пригласят. Да? И петь проблематично достаточно. И любое его выступление, оно сразу муссируется. И люди просто не будут связываться. Поэтому проще ему отдохнуть, в общем-то говоря. Ну, в общем-то и целом, я хочу сказать, что давно нужно было это все сделать уже. Но, тем не менее, я имею в виду, вот создали Российскую музыкальную ассоциацию, шоу-бизнес фактически прекратил существование. Думаю, что это при поддержке государства действительно нацелено на создание какого-то патриотического музыкального контента. Вот. А здесь, в данном случае, я думаю, что, в общем-то говоря, эта новость неплохая. Думаю, что если большее количество не только возрастных, но и молодых пустышек, поющих трусов, уйдут из медийного поля и придут, такие как Шаман, в песни встанем, такие как Сумишевский, Дианан Кудинова, Гомон, Чумаков, Дина Гарипова, Воробьёва великолепная. Ещё огромное множество тех, кто действительно должен быть на сцене. Панайотов и так далее. Их очень много. Думаю, что это будет только, только лучше для нашей страны. Но новость вот такая. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете на сей счёт. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кто хочет, поддерживайте. И подписывайтесь на резервный канал, запасной канал Будда Гришна Новости. Напомню, что за правду блокируют, за правду уничтожают. Нажмите кнопочку подписаться Будда Гришна Новости, чтобы нам не потеряться с вами. Вся политика теперь с моими комментариями в Телеграме. На Ютюбе больше нельзя об этом просто говорить. Соответственно, Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Тоже подписывайтесь. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.